Запись пошла. Добрый вечер, Хаса Алиев. Привет, Алексей. Опять сериал будем делать? Да. Сериал продолжается, да? Да. Всем привет тогда. Всем привет, пожалуйста. Давай неожиданные вопросы свои. Неожиданные вопросы. Неожиданный вопрос. Вот. Какое первое упражнение? Я думаю, после этого неожиданного вопроса задам. Упражнение попросим, да? А вот этот именно вопрос будет посвящен... Если смотрели предыдущий ролик, запись была с Анастасией Крамер. И с вами тоже, да? И там мы поднимали вопрос о марафоне. Правильно? Был такой. Ну, она говорила, да, что... Ну, хорошо, хорошо. И что? Ты хочешь марафон, чтобы мы сделали? Да. Я вот вам предлагаю... Подожди, сначала картину покажем. Давайте. Ты хотел с самого начала, когда мы сериал этот запускали, по твоему предложению. Ты же сказал каждый раз ставить картину. Вот я вытащил у себя старую картину из своего, так сказать, тайного местечка поставить. Тайное моё местечко – это моя стена, на котором она висела. И вот я снял со стены и показываю. Это, знаешь, картина великолепная. Вообще-то она называется «Парус», да, «Парус». Но потом, когда пришёл ко мне мой друг Лев Мелехов, это выдающийся фотограф, он сказал «Какой Парус?» И взял прямо, написал на обратной стороне. Знаешь, что там написано? «Ветер странствий». Мелехов, он говорит, слушай, я же лучше тебя разбираюсь, какое название дать, чтобы было интересно там. «Ветер странствий». Он прямо там написал уже «Ветер странствий». «Ветер странствий». Это год, знаешь, какой? «2001» там написано. «2001». Это ещё связано с тем, что… Ну, у меня мысли были там… Короче говоря, неважно. Это, кстати говоря, к твоему марафону, что ты сейчас предлагаешь, подходит «Ветер странствий». Ага. Видишь, как… Слушай, я тебе хочу сказать, что жизнь и есть само творчество. Вот у меня есть такой афоризм. Жизнь и есть само творчество. Потому что, если сократить из жизни все длинноты и повторения, это и будет наилучшее произведение. Вот я сейчас сказал марафон, а я тебе раз… Видишь, как всё стыкуется, да? «Ветер странствий». Ну, давай, о чём ты хочешь, чтобы мы марафон сделали? Я бы всё хотел бы там, как раз в марафоне, чтобы тему мы задели, все творчество начали развивать своё. А потом, чтобы участники марафона понимали, что стресс-барьер легко скидывается на самом деле. Чтобы у людей было, у участников, чтобы у них поток энергии шёл. И понимали, там примерно о чём будет ещё… про благодарность будет. Такие лёгкие именно задания, которые человек вытолкнет в разы… Анастасия, когда у меня была тогда, вот мы записывали, да? Со стёклами мы делали, вот раскрывали глаза для участников школы «Хомофутурус», «Человек будущего», чтобы все знали, какие фокусы бывают, какая бывает правда, чтобы все понимали. Я думаю, этот марафон тоже надо сделать в связи со школой, чтобы больше людей узнали про нашу школу. И тогда Анастасия сказала, она мне потом сказала, хорошо бы по похуданию сделать что-то такое. Ты можешь включить в этот марафон пункт? Да, да. Похудение, да. А сколько дней ты хочешь, чтобы этот марафон был? Достаточно 21 дня. Ну, хорошо. Мы потом это всё распишем, чтобы это было прямо от школы шло, да? Чтобы все узнали больше про нашу школу. Да. И здесь даже будут такие простые задания даже, то, что кто не делал себе коллаж мечты, это тоже свои картинки любимые, чтобы мы знали, для чего мы это делаем всё. То есть каждый участник марафона будет делать себе коллаж мечты, да? Да. Ну, давай мы потом запишем этот специальный ролик. Давай подготовимся, чтобы задачи марафона мы там с собой расписали, чтобы все знали. Когда мы этот ролик выпустим? В течение недели мы её выпустим обязательно. Подготовим. Да, и я вот прошу, чтобы кто нас смотрит, написали, кто хочет уже с нами участвовать в марафоне, чтобы мы знали уже, какой программ мы будем составлять. Правильно? Да, но чтобы они знали, надо, чтобы вот допустим, по похуданию там будет за счёт этого марафона, люди похудеют, кто хочет. Потом очень важно, своё предназначение. Да. Чтобы человек понял во время этого марафона, понял своё ещё предназначение, дополнительно к тому, чем он занимается. Да. Чтобы открыл ещё свои способности, свои таланты, о которых даже он может быть и не подозревал. Да? Да. Чтобы он расширил поле своей деятельности, был более счастливым, здоровым, чтобы у него чаще была такая мечта, которая исполняется. И вот есть такие стратегические мечты, тоже будут исполняться, он будет приближаться к нему. И конкретные какие-то мечты, повседневные такие, чтобы раньше, чем он даже ожидал, решился какой-то важный его вопрос там какой-то. Вот это всё туда поставить. Да. Потому что мы без напряжения в расслабленном состоянии будем легко достигать свои способные задачи. Ну, давай, давай запустим. Я только за. Да. А ещё какой у тебя вопрос? Так, какой вопрос? Так как у нас практика, какую-то ценность мы даём. Вот скажите, пожалуйста, какие есть у вас такое упражнение для того, чтобы человеку было легко внедрять опыт. Потому что в жизни бывает человек неграмотный. Вот я по-своему сути расскажу. То, что у меня когда-то было, опыт не умел работать с деньгами, и меня хорошо это вниз опустило. Так как я этот опыт получил, я не хочу, чтобы люди испытывали такой трудности, а именно они этот опыт могли внедрять в свое тело, чтобы им эта информация начала притягиваться. Ну, во-первых, я тебе скажу, что надо общаться с теми людьми, которые тебе включают энергию, а не те, которые у тебя, допустим, её забирают. А кто у тебя обычно забирает энергию? Те, которые считают, что твое дело – это ерунда, никому не нужно. Ты, например, воспаляешься и там что-то делаешь, а тебе он говорит, а кому это надо? И сразу тебе вырубают всю эту энергию. Да. Да, это как пиявка такая. Знаешь, это как раньше называли, ну, которая энергию забирает. Как они называются? Вампиры, я так называю. Вампиры такие, условно говоря, да? Да. А нам нужны такие люди. И вообще я советую всем людям, когда им нужно поднять свою энергию, общаться именно с такими людьми, общаясь с которыми у них включается эта энергия. Это называется момент синергетики. Т.е. говоришь, вот смотри, у тебя глаза зажигаются, глаза зажигаются. Я на тебя смотрю, а это что за… То есть есть такой критерий, есть такой критерий, чтобы все подумали. Вот сейчас вот домашнее задание до следующего нашего выпуска в сериале. Пусть каждый подумает, а есть такие люди у меня, с кем я разговариваю, и после этого у меня вдохновение происходит. Вот я разговариваю с тобой, и у меня энергия включается. Потому что то, что я говорю, ты поддерживаешь, ты сам вместе со мной думаешь, как это лучше сделать. Ты, например, хочешь деньги заработать, а я хочу, чтобы у меня еще энергия была, чтобы еще одну новую картину написать, или книгу закончить, или еще что-то такое, да? То есть чтобы синергия происходила. Не отток энергии, что происходило, а синергия. Пусть каждый сегодня задумается, с какими людьми он встречается, хоть в скайпе, хоть в живую, когда у него потом происходит окрыление. Да. И с какими он встречается, которые у него эту энергию забирают. Понимаешь, которые говорят, да кому это нужно, который всегда с таким постным лицом. Ты только хочешь ему сказать что-то хорошее, а он опять жалуется на свою жизнь, и он у тебя эту энергию забирает. Понимаешь? А можно я тоже маленько добавлю? Это мои выводы сделаны за этот год. Откуда, мне кажется, почему люди высасывают энергию? Это, мне кажется, из-за того, что прошлые, там где они на кого-то были обижены когда-то, так как энергию им не хватает в теле, так как там уже на психоматическом уровне она зажалась, течет вампир в специальной церкви, это неосознанно. Для того, чтобы подпитать вот это место, чтобы функции, вот этот такой там орган поддержать энергию. Может быть? Может быть. А теперь я дам упражнение. Давайте. Я только дам. Да. Если человек будет одновременно делать несколько параллельных вещей, несколько параллельных вещей одновременно, например, я тебе покажу. Вот я делаю вот это. Видишь, да? Да, да, да. Это чисто практически. Вот так делаю, да? Угу. Я одновременно вот так делаю. Я одновременно вот так делаю. Ага. Я одновременно трясусь, да? Я одновременно вот так делаю, я одновременно вот так делаю, я одновременно вот так делаю, и вот так делаю, и вот так делаю, и вот так делаю, и вот так делаю. Одновременно, одновременно, и вот так. Смотри, внимание на щеках. Ага. Не на голове, а на щеках. Вот это как щенок. Когда его душем облил, он вышел, и он так трясется, да, щенок? Да. себя инстинктивно. И ты вот внимание направь на свои щёки. И вот так делай. Направь внимание на щёки. Опусти руки. Нужно твоё внимание. Значит, ты делаешь вот так. Одновременно делаешь повороты. Внимание направь на щёки. Да. И щеками тряси. Щеками тряси. Как щенок после душа. Как щенок после душа. Так встряхивайся от воды. Да. Тойди дальше, чтобы тебе видно было. А у меня наушники. А не важно. Давай. Да. Щеками тряси. Только щеками трясёшь так. Так-так-так-так. Хватит. Так-так-так-так. Хватит. Да. Чтобы шея свободна была. Вот так. Сделай вот так. Бу-у-у. Бу-у-у. Я сяду, чтобы не было. Ты когда одновременно сделаешь несколько вещей за полминуты-минуту, потом ты сядешь, взгляд сделаешь рассеяние. И тебе в этот момент будет всё пофигу. И ты в этот момент поймёшь, как лучше сделать ролик для того, чтобы мы запустили марафон. Если ты в этот момент о этом озабочен. Угу. Чтобы каждый знал, если он чем-то озабочен и хочет лучше решить свою проблему, решить свою задачу, вот так встанет. На счёт вот так делать. Туда-сюда. Одновременно. И так. Какой ты душа щеночек. Представь, что тебе душем окатило. Внимание на щёки. И... Да-да-да-да. Это очень интересная штука. Она так сильно работает, но ты увидишь. И всё увидят. Одну минуту. Одну минуту. Да. И после этого села ты лучше понимаешь, как тебе сделать то, что ты хотел сделать. Я такой вот вопрос задам, потому что у меня на несколько дней уже появляется, я потому что замечаю некоторые изменения. Вот когда вот человек делает рассеянное внимание, я замечаю какой-то там уже идёт импульс идёт. У меня же право лил полушарик. Как чувствовать импульс. Это что происходит именно? Синергетика происходит в этом направлении, потому что... Ну, короче говоря, я всем рекомендую посмотреть, во-первых, на ютубе у меня видео. Там есть, как раздвигать глаза, что при этом происходит с двумя половинами мозга. И там есть, когда человек сосредотачивается. Вот когда человек сосредотачивается, решает какую-то задачу, а потом, когда он не может её решить, вот так сел и рассеял взгляд, она начинает решаться. Ага. И ты всё равно, как вот ты не можешь что-то вспомнить, что-то, фамилию пытаешься вспомнить, пытаешься вспомнить, решаешь задачу, пытаешься вспомнить. Не получается, не получается. Раза три пытаешься вспомнить, не получается. А потом сел взгляд сделал, взгляд сделал рассеянный, и она на ум пришла. Угу. сходятся в этом направлении, а потом ты отпускаешь, взгляд рассеянный, они расходятся из глубин твоего подсознания, нейросети сканируются и находят ответы. Я понятно объясняю? Да. Ты спроси меня, если что непонятно. Я все понимаю. Я застыл. Все, все, все. Сейчас видно? Ты спроси меня, если что непонятно. Значит, что получается? Я тебе вот это сделал, помечтал, рассеянное внимание сделал, то есть начинается, лево-право-полушарик входит в пространство времени, правильно? Я правильно говорю? Вот там происходят синергии, которые происходят, и когда человек общается с человеком, который у него поднимает энергию. То же самое с энергией, только там вовне, когда он с человеком сходит, а здесь внутри происходит тот же самый механизм, потому что законы природы едины. Да. Да ты смотри, у меня на ютубе много про это сказано. И сайты мои, открывали эти сайты, там много сказано проще. Добро, добро. Все. Все, все, сейчас начинает уже интернет помаленьку, ладно? Все, закругляем. Ну, давай, давай. Похоже, мощные информации. Мы сделаем рекламный, такое рекламное видео с тобой. Да. Про этот, про этот, марафон, да? Да, про марафон. Давай. Все. До свидания. Все. Давай. Субтитры создавал DimaTorzok